Как сберечь стадо, если рядом ходит матерый волк? Нашествие хищников стало настоящей проблемой для оленеводов в Белоярском районе. Своими силами коренные жители справиться не могут. Отстрел диких и опасных зверей с вертолета в округе тоже не ведется. Между тем, хозяйство терпит убытки. Наталья Маковецкая расскажет подробнее. Раннее утро. Коренные жители выезжают на поиски оленево стадо. У Ивана Попова около 200 животных, уследить за которыми – большая задача. Буран по тайге пробирается исключительно на малой скорости, чтобы не напугать оленей. Они здесь боятся каждого шороха. Чувствует волка. Вот свидетельство волчьей работы. Работа в начале ноября, наверное. Шкура уже целая зимняя. Олень Юрия Кузьмича. Поел не волк. Задавил волк, поели. Может склевали вороны, другие хищники, лисы. Волк так не обедает. Он просто душит. Сейчас один ходит. Он как матерый волк большой. Он же и не гоняет. Он ходит тихонечко. К стаду подходит. Стадо через раз отбежал. А остальные кто-то заснул, закемарил. Все, ему это уже не повезло. Урон только этому стаду серый хищник наносит колоссальный. Нашествие волков стало бедствием для оленеводов Белоярского района. Хищники наносят непоправимый урон коренным жителям. В этом году у оленевода Ивана Попова волки загрызли более 50 оленей. Тушка каждого оленя стоит примерно 25 тысяч рублей. Подсчитать убытки – несложная арифметика. Речь идет как минимум о миллионе рублей. Смотри, по этому следу пойдем. Свежий след на снегу говорит о том, что хищник рядом. Стая птиц, которая кружит над тайгой – верный признак. У волка очередная добыча. Здесь у меня не все. Здесь голов 50, наверное, может и меньше. Здесь меньше половины стада. В основном быки тут. Мелкой стады нет у важенок. Они разошлись. Волк, видимо, может, еще разжигал. Они в разные стороны. Вот они по частям ходят. Сейчас эти ушли на 12-13 километров отсюда. По-хитрому охотятся еще. Раз поохотится и уйдет. Какое-то время его нету. Потом раз – опять появится. Отследить хищника самостоятельно невозможно, говорят оленеводы. Днем волк прячется, выжидает. А ночью выходит на охоту. К сожалению, на сегодняшний день отстрел с вертолета связан с рядом допусков пилотов к проведению таких мероприятий. На территории ОКОГа на сегодняшний день таких пилотов нет, которые бы имели право управлять воздушным сутном, с которым мог производиться отстрел животных. Поэтому мы средства воздушной авиации не привлекаем. Коренные жители надеются, что окружные власти не оставят их проблему без внимания. Ведь оленеводство – порой единственный способ выжить в лесу и заработать деньги. А пока хозяева родовых угодий спасают стадо. Как могут. Например, отпугивают зверя дымом. Для этого разводят костры в местах выпаса парнокопытных. Наталья Маковецкая, Александр Шимолин, Белоярский район, Весть Югория.